С людьми, живущими в тирании или в авторитарном режиме, происходит чудеснейшее превращение. Вот как только речь идет о их личностной сфере жизни, они понимают, что выбора никто не сделал из-за них. Но как только речь идет о государственных вопросах, они немедленно делегируют свое право выбора, не знам о кому. Почему? Почему? Это ведь, понимаете, помните, мы говорили на одном из прошлых подсказков о том, что у каждого американца формируются свои личные взаимоотношения с налоговой инспекцией. Да, да, да. Помните, да? Это статья. Это Максим Аканоненко. Да, да, что у каждого американца формируются свои личные взаимоотношения с государством. От чего? От того, что предки этого американца, как мы с вами тогда установили, это государство не получили сверху, а выстрадали в какой-то борьбе. Да? За него была пролита кровь, чтобы государство было вот таким, какой оно есть. Да? Вот, собственно, так и формируются демократические режимы. В режиме авторитарном, как мы с вами тогда говорили, за государство никто не дерется. Его государство спускает людям сверху власть, которая строит его государство для себя, таким образом, чтобы оно, государство, обслуживало ее власть. Вот, смотрите, что у нас происходит. Выбор. Мы отказываемся от выбора немедленно, как только он выходит за рамки нашего личностного пространства, и касается вещей, которые мы, как мы понимаем, никакого непосредственного отношения не имеем. Вопрос почему? Видимо, потому что в силу вот этого сидящего веками рабства понимаешь, что все равно будет принято какое-то другое решение, которое уже принято, может быть. И я тут только для вида, поэтому это совершенно верно. Мы тут только для вида. Совершенно верно. Поэтому, когда вы говорите о выборности, я рискну заявить. А, кстати, неплохо. Да. Мы тут все только для вида. Мы тут все только для вида. На одной шестой. Совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим о выборности, я рискну заявить, что выборность, как личностное ощущение, как необходимый личностный атрибут, это принадлежность демократических режимов. А для человека, живущего в режиме авторитарном, выборность вообще мучительна. И, кстати говоря, если, я не знаю, ты это помнишь? Да. Ты это помнишь? Ну, ты же москвич. Вот я, свердловчанин, могу сказать, что я помню прекрасно 60-е и 70-е годы. А москвичи не помнят? Они не помнят, у них было со снабжением лучше. А москвичи не помнят Свердловские 70-е годы. А, да. Когда ты идешь в магазин за штанами, и тебе выбрать не из чего. Юра, как будто я жил где-то в другой стране. Здесь можно было, как говорят, но я же тоже приезжал в Москву отовариваться. За штанами. Ну, во-первых, я под Москвой. В магазине «Весна» на Новом Арбате можно было выбрать... Там было три вида штанов, условно говоря. Там было четыре вида обуви. В магазине «Обувь отцы и дети» назывался магазин «Обувь отцы и дети» на Кутузовском проспекте. Там можно было купить, внимание, не падай со стула, чешские ботинки. Цебо. Цебо. Совершенно верно. Где в Свердловске, он же Екатеринбург, я мог купить Цебо. Ты мог купить Уралобувь. Стояла Уралобувь, которая от испанского сапога отличалась только тем, что не применялась официально при пытках. На самом деле она применялась неофициально. Так вот, выбор это... То есть власть настолько увидела, что она правильно воспитала людей. В том смысле, что они отказываются сами от выбора. Он им мучить или не нужен. Она настолько уверовала в этот свой успех, что сказала, зачем им пять видов штанов? Пусть все носят одни и те же штаны и трусы. Хватит им. Не надо ставить людей в неловкое положение. Хорошо, что они пошли дальше. Заставлять их мучиться. Хорошо, что они могли пойти дальше. Теперь смотри. Теперь смотри. Ты думаешь, это все? Теперь смотри. Самое страшное будет не в этом. Вот я советский человек. Я даже сказал так. Я советский раб. Переживший ужасный слом эпох. При моей жизни вдруг в магазинах появилось изобилие товаров. И что? Стало легче? Я даю честное слово. Стало тяжелее. Вот меня недавно жена отвезла в Канаду. Я пошел в магазин, чтобы купить себе трусы. Магазин назывался Бей. Кого бить? Бей. Такая фирма. Магазин Бей. Я зашел туда и увидел, как на протяжении двух километров вдаль уходит отдел, набитый трусами. Ну бей. Трусы. Я встал. Как мне выбрать трусы? Я не умею это делать. И точно так же, как я не умею выбирать носки, трусы. Я не умею выбирать президента. Юр, на самом деле, я не знаю, почему я трусы выбирать умею. Я не знаю, почему. А президенту умеешь? А? А президенту? Не пытался. Вы меня напрасно прерываете, потому что я же нахожусь на пороге судьбопоносного открытия. Ну давай, попытайся. Попытайся. Я хочу дать рецепт, помочь советским людям, их детям, внукам. Доктор хочет выписать рецепт. Да. Я хочу сказать, ребята, облегчить вашу участь и сказать, как вам нужно выбирать президента. Мерьте его на себя. Вы помните эти лозы? Не забирайте его на трусы. Натягивайте его, да? Чтобы он был ближе к телу. Натягивайте его на себя. Еще ближе к телу. Ты помнишь этот замечательный, потрясающий слоган 96-го года «Выбирай сердце»? Вот над ним все смеялись. Сердцем, почками и другими внутренними органами. А только так и нужно. Прямой кишкой может быть? Да. Во-приверный случай. Да. Да. Смотрите. А иногда и толстый. Да. Смотрите. Выбрать в России президента, на самом деле, очень просто. Надо понимать, во-первых, для чего в России нужен президент. И для чего? Объясняю. Президент в России – это суррогат царя. Он строг, но справедлив. Да? Он величав, но он милостив. Он монументален, но он нравственен и морален. То есть это батюшка. Последняя инстанция, которой можно прибегнуть за помощью из-за детей. Но это монарх, Юра. Да вот, боже мой, в России не нужен никто иной, как монарх. А монархов не выбирают? Еще как выбирают. Не, один раз выбирали из истории. Ну что ты, не отвлекайся. Сколько раз монархов убивают, столько раз их и выбирают. Ну, может быть и так. А убивали их. Значит, как выбирать в России президента? Смотрите, ребята. Выбирать надо в России президента, ориентируясь на признаки живой души, которые отражаются на лице. Выбирать надо президентом человека, у которого живые глаза. Не мутные стекляшки бутылочного стекла, а живые глаза. Они блестят, они эмоциональны. В них искрится юмор, ну хоть какой-то. Никогда нельзя далее выбирать президента, у которого кожа на лице туго обтягивает череп, как перчатка-кулак. Почему, собственно? Надо все... Я объясню. Он невеликодушен. И первый и второй пункт очень подходят под описание одного конкретного малоизвестного правительства. Подождите, он невеликодушен. Выбирать надо... Значит, выбирать надо такого человека, у которого кожа облегает череп достаточно свободно. Ибо так же он свободно чувствует себя в своем теле. Ибо там и помещается душа. Нет, не там. Душа помещается в совсем другом уровне. Дальше. Обратите внимание на рот. Губы не должны быть резиновыми. Губы должны быть сочными, нарисованными, нарисованными в кавычках. Они должны быть четкими. Они... Человек должен уметь улыбаться широко, искренне, открыто. Еще лучше, если он умеет смеяться. Хорошо и громко. Потому что именно этими губами ему предстоит вас целовать. Совершенно верно. Совершенно верно. Понимаете? Он должен уметь смеяться, и улыбка его не должна напоминать оскал. Жесты этого человека должны быть свободны, естественны, широки. Он не должен быть маленького роста. Он должен быть пропорционален, но хоть в какой-то степени. Видите? Послушайте его голос. Голос должен быть, как у меня, смотрите. Глубокий, модулированный. С обертонами. Они плоские. Они плоские. Они плоские. Он вообще о себе рассказывает. Ты видишь, как тебе близок? Мне 2 миллиона подписей собрать? Два часа. Два часа. Значит, голос должен быть... Голос должен быть... Да? Почему? Я и в Гугле плюс. Нет, лучше на Фейсбуке. Хорошо. Тебя послушают, мне еще ВКонтакте надо пойти. А, кстати, зря. Хорошее место. Там только девушки из меня проголосуют. Не отвлекайся. Да. Значит, голос должен быть модулированный, глубокий, тембральный, с обертонами. Понимаете? Вот кого надо выбирать. Вот премьер-министр, кстати, премьер-министр, может быть сушеной клизмой. Потому что от него ничего не нужно. А не то, что сейчас. Да. Потому что от него ничего не нужно, кроме головного мозга. Он должен уметь считать. И руководить теми, кто умеет считать не хуже, чем он. А президент, ребята, это же ваш батюшка, государь. Это вы к нему в ноги должны упасть, сказать, отец родной, пощади. Поэтому ноги должны быть. Поэтому, смотрите. Я облегчаю выбор, вот тот самый выбор, который вы сделать не можете, не в состоянии, который вам так мучителен и труден. Я вам его облегчаю. Ты сдаешь параметры и критерии. Совершенно верно. На самом деле. Так вот, возвращаясь взад и пытаясь хоть сколько-нибудь быть серьезным. Понимаете, какая штука? В тоталитарных и авторитарных режимах вся деятельность власти направлена, по сути, только на то, чтобы заставить людей добровольно отказаться от выбора. Вот сверхзадача любого тирана сделать так, чтобы выбор был мучителен и не нужен для Плебс. С годами советской власти кое-что, я имею в виду отношение людей к выбору чуть-чуть, но меняется. Появились люди, для которых это стало неким насущным действием, важным для них. Да, конечно. Другое дело уже, насколько им удается его осуществить, им позволяют, это другое дело. Я говорю про их внутренние желания. Саша, ровно это количество людей жило и в Советском Союзе. Думаю, да. Понимаешь, это количество всегда одно и то же. При любой тирании, при любой, самый жестокий, даже в 1937 году, всегда были люди свободолюбивые. Ну да. Просто их было так мало. Вопрос в количестве? Да. Просто их было так мало. Юр, Саша, на самом деле, в данном случае вопрос-то какой, с чего я начал. Дело не в том, сколько этих людей, как они, еще что ли. Но если вот мы о том сейчас говорим, на старшего часа тоже говорили, что появились люди, которым не безразлична выборность, что все-таки хотелось бы, чтобы она так иначе была. Но, как я-то уже говорил, основной это посыл, что от того, что людям, которым сейчас 50, может быть 40, может быть даже 30, им себя уже не изменить. Вот то, что сейчас сказал Юра, оно отчасти верно. И они будут с этим, конечно, бороться. Но это, понимаешь, это как бросить курить. Очень мало кто, на самом деле, может это безболезненно сделать. Все-таки начинать-то, наверное, это проще. Как с курением. Лучше, может, проще делать так, чтобы уже в школе курить было западло. Понимаешь? Тогда, может быть, уже в взрослом возрасте не надо будет бросать. Так и с выборностью. Может быть, чтобы в школе уже относиться пофигистически к выборности было западло. Впадло, как принято на России говорить. Ты понимаешь, какая штука? Я думаю, что школьники могут это понять и поверить в это, видя, что на уровне государства, то есть взрослых людей, это тоже западло. Вот, вот, вот. Но если они видят, что там творится такое, то, соответственно, нет стимула быть иным. Да, я про это и говорю. Кто-то ведь кто-то. Должен же вот этот самый взрослый. Должен там, не знаю, ну вот именно та вот категория людей, которые, как говорится, они хотят отметить. Которые вот созрели, как ты говоришь, да? То есть, может быть, уделить больше внимания. Это тоже, но эти всякие эти площади, они тоже, наверное, нужны. Но больше внимания, может быть, уделять общению с детьми. Я скажу, кто должен сделать первый шаг. Первый шаг должен сделать тот же, кто его когда-то и сделал. Тот, кто сделал его назад, тот должен сделать его и вперед. Первый шаг должна сделать властью. Это не будет. Будет. Это будет, если у этой страны, у нашей, вообще существует будущее. Если оно есть, я-то в это не верю. Но если оно есть, будущее, за которым развитие какое-то, то именно так и будет. Мы увидим, как появится человек, который сделает то, что сделал Вацлав Гавил. Можно секундочку? Юр, на самом деле, я хочу сделать небольшую отсылку. У нас в нашем подкасте есть постоянные слушатели. И один из них, с которым просто, ну, истинно удовольствие общаться, это некто Yellow Cat, Желтые Котяры. И как раз последний, ты помнишь, его последний комментарий, который буквально на кону нашего подкаста вышел. Он говорил о том, что он сам бросил плевать на улице. Это блистательный комментарий. Я про что и говорю. Понимаешь, вот ты вот как раз и говоришь о том сейчас, вот именно, наверное... Всевозможные действия. Вот, наверное, вот я сейчас про всевозможные крики людей на разных площадях. Может, для начала, может, самим перестать бросать бумажки мимо урны, а? Вы романтики. Наверное. Понимаете, личное действие – это то, что сделали декабристы 14 декабря 1825 года. Ну и что? Я еще раз вам объясняю, пытаюсь, вы меня не слышите, что существуют страны, а может быть и целые континенты, в которых философия личного действия и личного поступка за каждое слово и за каждое дело генетически никогда не будет овладевать большинством людей. На этих странах, территориях, континентах, как угодно назовите, я вообще стал склоняться к теории, но она уже не новая, конечно, это до меня сказали гораздо более умные люди, что вот небо, земля, погода, природа и люди, живущие в этом во всем – это одно целое. Существуют целые страны и континенты, где небо всегда низко висит над головой и давит на нее, как свинец, где земля всегда зыбка, как болото, где воздух тяжел, как расплавленный свинец, где растения предпочитают расти горизонтально, а не вертикально, где выживают в основном те животные, которые стремительно ползают, а не быстро бегают. Вот есть целые территории на земном шаре такие. На этих территориях, сколь угодно, можно совершать личные поступки. Это надо делать. Но человек, совершающий их, должен понимать, что он делает их только во имя себя. Ну, может быть, еще во имя своих детей, которые увидят и, может быть, это переймут. Но на развитие государства это не окажет никакого влияния, потому что основная тенденция описана замечательно Максимом Горьким. Рожденный ползать, летать не может. А не может, потому что не хочет и не будет. Хорошо, Юр, тогда еще... Поэтому не надо вот эти личные поступки, ценность которых чрезвычайно высока, безусловно, не надо их выводить за рамки собственной личности. Они имеют отношение только к вам. Вы совершили эти поступки. Кого ради декабристы пошли на Сенатскую площадь? Ради народа? Они сами бедные так думали, но это было лукавство просто. Они не могли иначе. Вот и все. Они сделали это для себя и заплатили страшно дорогую цену. Давайте подытожим. Я бы это сделал... Погоди, пойдем еще подытоживать, потому что сейчас у меня как раз родилась тут другой вопрос. Вот очень много сейчас говорят о том, что четвертого числа власти так иначе говорят Путин, но придет совсем другой Путин, не тот, которого мы знали раньше. Вот то, что ты сейчас говоришь, ты думаешь, вот именно воздействие того или иного, что журеет в воздухе, что должно само произойти с точки зрения власти, вот оно поменяет на самом деле Путина? И Путин ли это может сделать? Значит, первое. Мое глубокое убеждение заключается, во-первых, в том, что Путин президентом быть не хочет и не будет. Но мы об этом говорили. Он может выиграть в первом туре, в нулевом, в каком угодно. Он сделает все, чтобы уйти. Я об этом глубоко убежден. Теперь второе. Я, так сказать, не знаю, на каком этапе это произойдет, но я совершенно уверен, что если у России есть будущее, еще раз повторю, и если будущее это демократично, то первый шаг в России сделает власть. Человек ли отдельный, или группа людей, пришедших к власти. Ну как в 80-м году перестройка, да? Михаил Сергеевич, к сожалению, то, что он делал, он делал несознательно. Михаил Сергеевич делал то, чего он не мог делать. Сердцем. Не мог не делать, сердцем. Но он с ужасом наблюдал за тем, что он делал. Ну близкое что-то может в 85-м году. Нет. Это будет совершенно сознательный акт, когда человек или группа людей скажет, друзья мои, сограждане, братья и сестры, россияне, жить так более нельзя, и я, или мы править так более не хотим и не будем. Мы предлагаем вам, и дальше последует совершенно четкая система поступательных, постепенных, последовательных шагов, целью которых будет создание демократического государства в России лет через 150 после того, как будет сделан этот первый шаг. Ну, наверное, после участия, кака была Россия все эти годы, тысячелетия, собственно говоря, да? Ну да, да. Чтобы эту историю демократических создать надо. Да, я-то лично в это не верю. Я-то лично думаю, что все будет совершенно по-другому. Ну ты уже говорил, да. Что Россия пойдет путем Советского Союза, да. Именно в силу вот этих... Не будем повторяться, этому уже много раз говорили. Но, да, но, как я уже сказал, свет в России может начаться только тогда, когда не смогут больше жить во тьме те, у кого в карманах спички. Ну да, есть же целое направление, философия вероятна снова. Сейчас мы говорим, что было бы если. Ну да, да. Вот те, у кого в карманах спички, фонарь, источники света, они не смогут более жить во тьме. А не так называемый народ. То есть, никогда там верхи не могут, не хотят, там туда-сюда... Низы в России хотят только одного. Чтобы их не трогали. Они не хотят больше ничего. Жить понятной им обычной привычной жизни. Они хотят, чтобы их не трогали, да. Совершенно верно. Да. В силу этого в России невозможно ничего снизу. Но все только светло. Да.